Видеомост Москва-Сухумцхинвал, организованный международным агентством «Спутник» и приуроченный ко Дню России, посвящен значению признания Российской Федерации независимости Абхазии и Южной Осетии. Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы России по делам СНГ и евразийской интеграции связан с соотечественниками Виктор Водоладский принимал участие во встрече, находясь в командировке в Минске. Он высоко оценил уровень сотрудничества и интеграции за последние 13 лет, но также отметил, что не все совместные решения Абхазией выполняются. Если на сегодняшний день та инфраструктура, которая сегодня, благодаря том числе Российской Федерации, поддерживается на должном уровне, то сами внутренние проблемы, внутренние решения, которые необходимо было за этот период времени принять, они пока остаются невыполнимыми. Мы неоднократно на площадке Государственной Думы проводим встречи с нашими коллегами, депутатами парламента Абхазии. Конструктивный диалог, есть пути решения. До конца года абхазским и российским депутатам предстоит провести ревизию всех существующих соглашений и либо улучшить их, либо выработать новые, с тем, чтобы реализовать один из наиболее актуальных пунктов сотрудничества – упрощенный режим пересечения границы. Чрезвычайный и полномочный посол России в Абхазии Алексей Двинянин рассказал о динамике развития отношений двух стран, в частности о программе в формировании общего социального и экономического пространства между Россией и Абхазией на основе гармонизации законодательства двух стран, подписанной сторонами в ноябре прошлого года. Последовательная реализация этого документа позволит сблизить нормы и стандарты, существующие сегодня в Абхазии, с параметрами Евразийского экономического союза. Таким образом, торгово-экономическое взаимодействие Абхазии не только с Россией, но и сегодня с четырьмя остальными членами ЕАЭС получит новый индус. Хочу подчеркнуть, что это очень важный элемент в современных условиях частичного признания Республики Абхазия со стороны международного сообщества. Полагаю, что именно развитие отношений с Евразийским экономическим союзом является одним из перспективных направлений для укрепления позиций Республики Абхазия на международной арене в целом. Участники дискуссии из Цхинвала сообщили, что у местных жителей есть опасения по поводу реваншистских настроений Грузии и спросили мнение Виктора Водоладского по этому поводу. Депутат Госдумы заверил, что Россия никогда не допустит повторения событий 2008 года. Принимаем решение. Сейчас Сергей Иванович Миняйло, руководителям Северной Осетии, решаем вопрос. Или это будет совместный кадетский корпус в Владикавказе для маленьких осетин из Южной Осетии, Северной Осетии. Или в Цхинвале мы построим именно для жителей Южной Осетии, для молодых людей кадетский корпус, для того, чтобы сама республика готовила себе будущих защитников своего отечества. Но могу сегодня успокоить всех граждан Южной Осетии. То, что было в 2008 году, больше никогда не повторится. Отвечая на вопрос об инвестициях, посол России в Абхазии Алексей Двинянин подчеркнул, что существующее законодательство Абхазии мешает привлечению крупных инвестиций в инфраструктурные объекты, в частности в модернизацию энергетики, и призвал депутатов парламента республики поддержать инициативы руководства Абхазии в этом направлении. Политические и повторяющие проблемы здесь устранены. Есть политическая воля и со стороны Российской Федерации, и со стороны Республики Абхазия решить вопросы о снятии всех ограничений на приток российских инвестиций. Если к этому подключится парламент и примет соответствующее решение, а российские предложения уже давно переданы Абхазской стороне, то, я считаю, будут открыты ворота для спокойного притока не только в энергетическую сферу российских инвестиций, но и в две такие, кстати, Виктор Петрович уже упомянул об этом, две такие важнейшие, на мой взгляд, отрасли Абхазской экономики, как туризм и сельское хозяйство. Здесь тоже нужны огромные инвестиции, и российская страна готова их предоставить. Отвечая на вопрос о безопасности российских туристов в Абхазии, Алексей Двинянин указал на стабильный рост посещаемости и напомнил об ответственности самих туристов за свою безопасность. К сожалению, у нас уже имели место два случая печальных. Один турист пожилого возраста, очевидно, без надлежащей подготовки, потерялся в горах республики Абхазия. Несмотря на последующие, на мой взгляд, огромные усилия Министерства по членам ситуации в республике, которая находится в прекрасном контакте с российскими коллегами и всегда помогает российским туристам, 6 мая о нем ничего не известно. И второй случай произошел совсем недавно с российской туристкой, которая, извините, упала в воду с моста, не имеющего перил. На мой взгляд, это даже смешно объяснять. Если на мосту нет перил, не нужно подходить к его порогам. Участники дискуссии из Цхинвала поинтересовались, нет ли у России планов по созданию политико-экономического объединения Абхазии, Южной Осетии и России. Виктор Водоладский отметил, что в этом нет необходимости, так как в планах включения Абхазии и Южной Осетии в состав Евразийского экономического сообщества в качестве полноценных членов. На вопрос журналистов о том, не помешает ли вступлению в Евразес непризнанность Абхазии и Южной Осетии остальными членами Союза, Виктор Водоладский ответил, что все страны-члены Евразес заинтересованы в расширении Союза. Я могу сказать, что как такового невосприятия нашими коллегами из других стран Южной Осетии или Абхазии вообще не присутствует. Когда мы участвуем в мероприятиях, где на площадках присутствуют парламентарии из Абхазии или из Южной Осетии, и на этой же площадке присутствуют парламентарии из Армении или из Казахстана, Киргизии, это идет добрососедский диалог. Там нет никаких противодействий, противостояний или отвержения. Просто существуют определенные уставные действия. Сегодня есть наблюдатели. В процессе вопросов, которые сегодня решают руководители наших государств, участников Евразии, то вопрос этот, по крайней мере, в ближайшем будущем, он будет решен, потому что даже небольшой рынок сбыта или рынок инфраструктурный, он сегодня необходим любому государству. Посол России в Абхазии Алексей Двинянин заверил, что программа гармонизации законодательства ни в коем случае не направлена на включение Абхазии в состав России. Никакой корректировки позиций России в отношении Абхазии как независимого государства не предвидится, и это в принципе невозможно, подчеркнул Алексей Двинянин.